всем привет спасибо что навестили мой канал с вами полина сегодня похвастаюсь своими орхидеями которые я получила к 8 марта конечно я их выбирала сама независимо от кого они поступили ко мне вот такую я искала очень долго может быть целый год я искала ее а может и больше я не хотела никакого ободочка никаких других цветов на губе я хотела только вот такую вот бордовую она в жизни гораздо темнее чем на телефоне получается но все это знают вот у нее и нижние лепестки как вы видите тоже без ободочков и без других цветов и она довольно крупная на очень крупные сейчас я измерю скажу вам сколько сантиметров я измерила она 11 сантиметров в поперечнике я просто не могу на нее налюбоваться она была вот без одного цветка и немножко вот на задние на задние петали цепали задние на верхние цепали вот но и вот здесь еще такой я уже говорила листочек вот такой вот перекручены ничего страшного и я на всякий случай почистила все все отверстие которые мне показалось что имеет какую-то темноту там и пролила все корни перекисью водорода ну вот а потом присыпала еще корицей со мной многие не согласятся конечно что это может быть недостаточно надо там максим или еще что-то более агрессивное но я это сделала в общем-то для своего успокоения поэтому я считаю что этого достаточно я убрала эту бордовую красотку чтобы было место потому что эти орхидеи которая купила я их купила вместе в смысле выбрала а вот вместе в одном магазине они были обе на дуге и высокие довольно вот мне скажут что вот это леди мармелад да она похожа наверное но у этой орхидеи другое название я потом напишу просто она крупная и растет вот в таком кокосовом стаканчике как в котором я раньше никогда не видела орхидеи у нас чтобы они продавались но видимо просто обернули вместо мха вот я проверяла конечно все корни смотрел шейку все у нее здесь даже никаких подозрительных таких затемнений нет так что она в хорошем состоянии и вот этот цветок она уже открыла дома и еще он сколько осталось невозможно она еще там будет что-то доращивать леди мармелад у меня есть хотя я уже начала сомневаться она очень похожа на эту теперь посмотрю когда раскроется моя орхидея посмотрим как она будет свести листья здесь не очень такие уж огромные вот не так как у некоторых моих орхидей но цветонос очень высокий но это ничего страшного она такая знаете как вот такая гордая красавица просто она меня просто поразила своей нежностью и вот эти вот персиково-лимонные лепестки и очень красивая губа у нее то есть я просто влюбилась в нее сразу но если у меня точно такая же есть то придется одну из них хорошие руки хотя знаете когда ко мне орхидея попала мне уже очень трудно с ней расстаться ну давайте следующую теперь покажу а это фотографии из магазина когда этот шел процесс захвата орхидей вот и посмотрите вот в коляске в нашей и просто ну я не могла поставить их обратно вы же видите просто потрясающей красоты орхидеи это у меня они уже дома в спальне на изоляции и я просто не могу глаз отвести от этих красоток это хуже начала отцветать надеюсь что она не совсем уже погибает потому что я получила по почте она была перелита замерзла и вот этот первый цветок она сразу практически отсушила хотя я успела сделать фото я его покажу а называется она вот так это леопард принц сока даймонд я ее тоже очень давно хотела она просто потрясающей красоты довольно с крупными цветами вот этот цветок до раскрылся дома не вот один она отсушила вот здесь и вот этот отсушивает и розетка у нее тургор мог бы быть и получше конечно но я думаю что это последствия вот этого охлаждение переохлаждение ну я ее тут же сразу распаковала убрала этот ледяной мох хотя я обычно даю пару дней привыкнуть если получила в посылке вот и посадила посадила в кору чтобы она просохла все таки и быстрее нагрелась вот поливали у нее там уже я не знаю чем я никак не могла отмыть эти листья вот так они и остались этими пятнами видимо от удобрения они видимо поливают конечно с удобрениями но хоть и деформированные цветы но вы видите вот по этому цветку какие они красивые просто я я любуюсь вот эта фотография первого цветка самого большого который был на цветоносе когда я только вытащила из посылки я вам обещала показать а эту я оставила на десерт так сказать вот у нее такой вот перекрученный цветок но вы видите что это такое это наикрупнейшая бабочка я крупнее чем это никогда не видела она такая лимонно-лаймового цвета вот и называется она фанктастик пилорик вот фанктастик пилорик это леопард принц скрещен салю спад то же самое в одной в одной посылке пришла такая же вся замороженная но не замороженная переохлажденный совершенно мокрым ледяном мухе который я тут же естественно удалила вот но я не знаю что с ней будет как она будет расти дальше надеюсь что она придет в себя все таки хоть потому что у нее тургор получше чем у первой которая показала вот а лепест листики не листики от цветочки вот такие все перекрученные но я думаю это потому что она была очень давно в целлофане и не могла расправиться как следует вот но красоту от этого она не потеряла вот такие вот цветы обалденные я ее пока хотела у нас было холодно я не могла заказать вот а потом уже она на 20 долларов стало дороже вот но я думаю что все таки она того стоит хотя я слышала что вот в россии на украине они были одно время как сказали в одном видео что они были всюду ну не знаю как сейчас но я стараюсь все таки получить то что я хочу если есть такая возможность возможность была вот она у меня теперь эта орхидея совершенно потрясающе просто просто шикарная и я уберу я уберу цветонос и дам ей порасти у нее корни были совершенно приличные поэтому я думаю надеюсь что она придет в себя и я буду ею долго любоваться ну вот все что я хотела вам показать сегодня только еще раз покажу фотографию цветка когда я только-только вытащила из посылки я их показывала вам и ставила на свой новый журнальный столик который не новая уже давно старый винтажный как я пока говорила в своем видео но вот так они здесь у меня стоят и я просто наслаждаюсь этим видом ну вот и все как всегда я вам пожелаю самого-самого доброго чтобы все ваши цветы пышно цвели и радовали вас и росли бы желательно без проблем вот оставайтесь живыми здоровыми чтобы все было хорошо у нас у всех и чтобы мы поскорее вернулись к нормальной жизни стали бы общаться друг с другом не только по телефону и видели бы свои семьи и детей это очень знаете как тяжело конечно это многие меня поймут когда приходишь к дому где живут твои внуки и сын с семьей и не можешь их обнять и не можешь с ними провести целый день в общем тяжеловато но как говорил кукарача я не плачу никогда не плачу вот я не жил не жалуюсь надо это все дело просто пережить орхидеи нам в этом помогают всего доброго еще раз всем всем спасибо что посмотрели до конца надеюсь вам мои орхидеи очень понравились пока